ЗВОНОК В ДВЕРЬ Уже смеются над нашей фразой. Ну, слава Богу. Слушаю. Да, но мы благословение хотим взять. Сейчас пойдем с лютеранами пообщаемся. Доброе дело, братья, затеяли вы. Они люди спокойно, так что убегать не придется вам. Да, но они уже практически сварились. Они уже готовы, в принципе, и крещение принять, и все. Говорят, общины только нету. Привыкли в общинах. Ну, так давайте сейчас готовьте их. Готовьте на крещение, и они побудут в общине, будут у себя образовывать. Мы-то начинали с нуля тоже. Давай, составляй команду, чтобы не один ехал, а человек 40, нахватай там их. Ну, человек-то 6-8-то уже вроде как есть. Это мало. Нет, только там ноль, а в общем-то больше будет. А вот как надеялся Вальтер приехать, все, полный отказ. Сегодня написал, отменили рейс, уже купленный билет, и все пропало. Да, и кажется, там Наталья Усатая нашла кого-то, кто может у них крестить. Кажется так. Это разговор только один. Она нашла. Пошли, я знаю как, полное погружение. Ну, когда договорились, точно, точно, что было. Начинает встание, человек вот так, ну, согнись хотя бы, сказал, рукой поливает. А во время крещения уже его не выдвинешь. И опять человек уродливый получается. Они обманывают, жульничают. Главное, договорились, все, ни под каким. Там как пищать антихриста на них стоит. Главное, крестить надо. Но если был моченый, а это не крещение, то уже нельзя. Вот как будто его пищать какую-то поставили. Нельзя, говорит, ни продать, ни купить. Еще говорят, вот это, говорят, нарушение правил, второе крещение. Главное, когда правила нарушают, это они ничего не говорят. И не сделают, так сразу нарушение правил. Да, 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 это наглость такая. Наоборот, все, делают-то. Забрунищество. Да. А что, в гости-то не приедешь, Ездра? Собираюсь, Игнать Тихонович. Вот уже с братом Вячеславом разговаривал. Я говорю, если что, на дорогу мне взаймы. А потом я потихоньку рассчитывался бы. Ну, идешь. Смотри сам. Это не настаивает. Гляди, если со средствами затруднения, тогда не езди. Дело в том, что... Я хотел в этом году. Каждая встреча может быть последней. И поэтому мы так успеваем. Вот в прошлом году было 16 человек. А нынче вот с этими, их трое, пятеро. Пятерых сразу потеряли с Вальтером. Уже все договорились. Все, все они пишут. Билеты сдать надо. Рейс отменили. Это в зависимости от этой операции. Какое оно отношение имеет? Ну, можно, конечно, там через Турцию сейчас как-то по-другому там. У нас родственники приезжают с Европы. Прилетают через Сербию. Во-во-во-во. Они так и сказали. Через Сербию там куда-то это дороже в два раза. Да. А в обратном порядке тоже самолеты не летят? Из России? Тоже. Нет, тоже через левые страны. А вот мы были из Армении. В Азербайджан нельзя. Сначала на Грузии, а потом оттуда. И вот мы сколько там ездили, все время приходилось вот так вот. В круговую ездить. Ну ладно, у нас в Грузии там отец Наумы. Привет и на Грузии от нас все есть. Ну ладно, мы сейчас, может быть, если пойдем, быть может, если вы будете, на вас выйдем. Может быть. А у нас сейчас батюшка приехал, у нас сегодня на час позже служба начинаться будет. По-нашему с пяти. По-вашему с часу дня. Ну все тогда, я не буду мешать вам метелиться. Вот сегодня там мне показали, кроме того, который идет там Исаия Назарет показывает, там еще один какой-то шип. Их просто как-то надо предупредить сразу. Это как будто бы бесы какие-то, не люди. И главное, давай переписываться. Это на сто процентов поддержимое. Сто процентов. Да, да. Давай переписываться. Я его выкинул его. Он на меня с такой рога. Он говорит, я кричал на него. Главное, вообще. Они не перечисли. И главное, раздеты. И как он говорит, как ужимается. Ты думаешь, то ли человек, то ли образ демонский. Да, да. Это один там старый, вот этот, ну уже взрослый. А другой молодой. Его даже не видел я еще. Только фотографию видел. Матерится прям сразу же. Ой-ой-ой. Главное, как он создает. Ты его блокируешь, он новый создает. Блокируешь, он новый. Чтобы создать, нужен телефон. А он как-то создает всегда новые, 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 новые. А у меня один такой нападал. Ну и как-то, я не знаю, то ли мне подсказали, или я сам. Я-то залез к нему туда. У него, кажется, 28 заготовок. Я их все по одной, давай подряд, все заглушил. Он, видимо, снулся одну другую и отпал. Он не догадался 29-ю сделать. Уже года три они преследуют, главное. Года три подряд. Да. А вот у меня там есть обед. Они на одном. Посадили его, и он хвалится там. Ему, видимо, хорошо платят. Я где-то там в Таиланде, или где-то он, чуть не в Гонконге где-то, и там трехзвездочный, гостиница у него. Они еще не делают. Только вот ему сказали, он каждый день одно и то же мне сует. Вот я его столько раз заглушил, 365 раз за год. А мне еще долго. Я только ткну дворожник. Который вот этот, выходит, все, Игнатий Тихоновичу материт. Он мне в чат рулетки попался. В очках такой. Да, да. Ну, я же не знаю, какое-то... Да, я только вроде начал благовествовать. Сказал Игнатий Тихонович, как понеслось. Я остановить даже не могу. Я уж... Он матерится, 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 матерится. Вот прям у меня без остановки. Я уж дальше... Причем в чат рулетки встретил он его. Да безобразие. У этого шипа. Безобразники какие. Он не слышит, прям... Я даже спросить у него не успел. Ну, еще где-то конец какой-то будет, а все будут тогда дома... Ой, такой хороший был, такой спокойный. Люди-то не знают. Когда увидят, что там Господь отрубает голову, и тогда начинает вопить. Я во Франции был, там ребятишки. Ну, мопеды купили, а мопед, он трещит. Ну, и они там бывают где-то... До того надоедают людям. Зацепились крючками за машину. И она на ходу-то развернулась куда-то, и прям под машину все кончилось. Раздавили. Доброго слова никто не сказал. То Рустик-то... Рустик-то что делает-то? Я вон, когда он там что-то начал... Из-за чего же у нас это было? А я говорю, где ты находишься, в каком городе? А зачем вам? Ну, я сразу отошел от него. Он месяц, наверное, все. Все, меня бросили. Я не как... Раза три или четыре, по три тысячи послал. Вчера пересылает квиток на 19 тысяч. Вот видишь, как полезно. Он сейчас вообще... Он прям борется невероятно. Прям войну объявил как будто этому... Своему духу, этому злому. Да, да. И он понимает, что это злой дух. И хотел пойти работать в тюрьму. И там рентгенолог быть. Там будут добиваться, чтобы показать больной. А ты не можешь лгать. Тебя зарежут там. И он сейчас не знает, как и охота. И вы сказали не так. Неужели нельзя меня благословить? Он как Иаков этот... Исаф просил благословения второго. И он, знаешь, какой характер-то. Он, наверное, сразу воспаляется. А тут... Не на каждую руку поднимай. И вот у той военной ему надо... У военных было, его чуть не убили там. Что он не говорит, что там было. И вот там старшина, или кто там был, сбил в лужу, в грязи, табуреткой лупил. Я говорю, это самые лучшие дни твоей жизни были. Табуреткой. Хорошо хоть говорит. Ездил где-то в Италию. Ухаживают за больными. Не заладилось. Плохие люди. Вначале цыплятся, разводить. Что-то ли передохли, или что. Он нигде нет. Я говорю, ты иди на стройку работать. Таскать будешь. А нет. На стройке это трудно. Я говорю, а я проработал 35 лет на стройке. 40 лет пищи клал. Со стройки. И нормально, и деньги всегда есть, и работа отдельно. Я беру, а сам про себя молюсь, пою, никто не слышит. Что вы уже на автомате можете делать, и что у вас голова не занята. Я сейчас постоянно благодарю, постоянно вспоминаю свое время, когда я не был, у меня работа была, что я не думал. Так мне хорошо было, оказывается. Как я не ценил это время. Я все время писание учил, все время, ну, что-то учил, что-то читал. А сейчас я ухожу в работу. И там мне постоянно надо там головой работать. И после приходишь, и... Ну, кто-то должен и так быть. Ты подумай, как насчет семинария-то. Подавай заявление-то. Я подаю, подавай, ну, в июне, в июне подаю документы. Ну, вот такое дело. Ну, в июне, в июне, в июне прием документов, в июне будет. А тебе теперь... Я подаю, что документы... Ездор-то не хочет подать? А что бы, я бы сказал, почему бы нет? А почему бы и нет, действительно. Это никогда не помешает иметь запасного у нас. Только так сразу просись на заочное, на заочное работу не теряй. Конечно. А скажи, надо службу-то, я буду ходить и буду прислушивать у вас здесь. Уже в алтарь будет меня в щица рукоположить, скажи, в владыке-то. И я буду здесь приходить, и я все буду перенимать. А работу никак не бросай. Конечно. А, конечно, а на чужих-то? А начальник-то сейчас как? Получен смотрит на тебя? Ну, мы с ним не встречаемся, но... Он, ну, как бы, да. Да, как бы, по косвенным признакам можно сказать. Что там вот даже он стоянку там пробивал, говорит, для меня тоже, что на стоянку я машину мог ставить. Ну, то есть, говорит, что, типа, я поддержу это, что-то такое. Ну, вот, после вот этого вот вещания, которое было, вот это мероприятие, он полегче стал. Ну, да. Это так хорошо. Ну, мало ли еще, на песню вообще он не ходит. С ним мы не общаемся, и это самый лучший вариант. Я, видать, ну, он... Ну, чтобы мы друга не влияли на друга. На расстоянии, через других только чисто общаемся. Это нормально, так лучше всего. Да, и мне хорошо, и ему хорошо. Библия говорит, не спеши уходить от начальствующего, когда он тебя будет. Не спеши. Вот у меня ни одного не было, ни одной записи, где бы я ушел так сам, искал лучший где-то. Я, где меня допустили, я там и держусь, за самую низкую. Прорабам не дают, наконец, с плотника сняли, и только дают лом, кувалда, клин, и вдалеке от всех на 5 километров одного. Я там по высоковольтную линию эти долбил, выпрасывать лопатой. И ничего, все позади. Как будто никогда еще не было. А я тоже так же. Они же уволить-то так просто не могут. Должи будут другую должность предложить. И даже ниже стоящую. А там у тех, кто уже залез, там повыше, они в ниже стоящую не хотят прыгать. А я, наоборот, я стоящую думаю, как хорошо буду опять ходить, как раньше. О Библии размышляю, о Библии думать. Мне говорят, а тебе, говорит, грузчика предложат, ты пойдешь? Я говорю, пойду. Пойду. А я на такой работе работал. Только просил, Господи, дай работу такую, чтобы головой не думать. Полы настилаю, рамы, окна, там эти, двери. Ну, все делает такое, что на стройке. Мне как раз. А я про себя все время думаю, молюсь. А раз я не с ними вместе, у меня перекура нет. А перекура нет, а работа известна, у меня и выработка больше всех. И начальник ценит. Ну, вот, вы-то видите, вы можете стройкой заниматься и головой не думать. А я-то ничего это не умею. У меня, если стройка, так я головой больше думаю, чем другая деятельность. Я только иду с головой, когда стройка. Это пока. А потом-то ты, когда навыкнешь, то ты сидишь на машине, тебе думать не надо. Ты же говоришь, что издавать-то не надо, он тебе отдал, да и все. И батюшка, он Володе говорит, он говорит, я теряюсь там. Не вижу знака там или еще что-то. Он сейчас в Мамонта-то ездил там, с Николаем-то, с этим, Кузьминым-то. И теорию сдал. А теперь, когда позовут такой, я говорю, да ты че ж такое. Ну, спасти Христос, мы пойдем тогда. А кто там сзади-то сидит у вас? Что-то взяли еще с собой, пошло бы позовыть. Миром. С Миром? С прихода ездры, брата. Ну, нет, в храм ходил, в который я хожу. Жена у него Ирина, она у нас на занятиях. И он тоже присутствует, да? Присутствует? Да. Он недавно, а Ирина уже давно за вашими роликами смотрит. Ну, вплотную прям. И они переживают. Мы, говорит, не готовы приехать-то. Хотим? Да готовьте. Готовьте. Времена-то, видишь, какие, как все меняется-то. И тогда приедут. Я тоже их говорю. Потому что на следующий год мы не знаем, что случится. Ну, вообще, я говорю. Вообще, в этом году мы не знаем. Ты видишь, как полезут туда, он сразу подсказал, мы ядерным ударим. А это должно быть Армагеддон, пихнет земли. Поэтому занимайтесь и приезжайте вместе. Никак не повредит. Ну, все. Езжайте. Спасибо, Христос. Слава Христу. Благодарю.